Угольный разрез Кахемский, переживший за свою историю многое – эпоху перестройки, период производственного рассвета и финансового кризиса. На протяжении многих лет предприятие являлось монополистом по добыче угля на территории республики. В настоящее время угольный разрез Кахемский, включающий Кахемский и Чаданский участки, принадлежит Тувинской горнородной компании. Сегодня на угольном гиганте Тувы трудостроено около 600 человек. На праздновании Дня Шахтера глава Тувы Шалбанк-Ролл вручил работникам угольной отрасли государственные награды и благодарственные письма. Указ главы республики Тува за многолетнюю добросовестную работу в угольной промышленности объявить. Благодарность главы республики Тува Андросову Владимиру Тимофеевичу, токарю ремонтно-наладочного участка Тувинской горнородной компании. Машинист-эскаватор Чаданского участка горных работ Шаргайол Карасал стал обладателем нагрудного знака «Шахтерская слава» третьей степени. Почетная грамота Министерства энергетики России вручена первому заместителю генерального директора ЗАО Тувинская энергетическая промышленная корпорация Андрею Чурину. Почетного звания заслуженный работник Тувы удостоился Владимир Мангуш. Почетная грамота главы Тувы вручена Владимиру Вертипрахову, машинисту-эскаватору участка горных работ Тувинской горнородной компании. Указом президента России почетного звания заслуженный шахтер удостоен Сергей Козлов. Он работает водителем в Тувинской горнородной компании. В последнее воскресенье августа козылчане и гости столицы традиционно отмечают День шахтера под выступлением известных российских странных звезд. В этом году порадовать жителей Тувы приехали финалисты проекта «Голоса-4». Соединяющим мостиком между местными артистами и приглашенными звездами стала участница шоу «Голос дети» Айкас Кыргыз. Из приглашенных артистов-финалистов проекта «Голоса-4» первым на тувинской сцене выступил Витольд Петровский. Моя любовь, я не в силах это, изменись. Здесь все супер, здесь очень добрые люди. Я сегодня фотографировался, и каждый фотографируется и обнимает. Вы сами все видели. Люди шум создают, люди дарят эмоции, идет такой взаимообмен. Это то, что надо лично мне, мне больше не надо. Я начал смотреть горы, реки. Я больной рыбак. И когда мне сказали, что здесь замечательная рыбалка, я расстроился, что я без удачи. Тан сообщила журналистам, что немножко завидует жителям Тувы, так как здесь чистейший, на ее взгляд, воздух. Доехали мы очень хорошо. Мы, к сожалению, не успели посмотреть город, но у нас есть завтрашний день, полный, целый день. И я планировала провести очень активно, прогуляться, посмотреть на красоты. Конечно же, если бы была возможность, я бы поднялась повыше, горам бы посмотрела. Потому что, даже когда, представляете, я была на Эльбрусе, это же горнолыжный курорт, ничего подобного. Я скатывалась с горы на попе, поэтому завтра буду тоже искать очень экстремальные виды спорта для себя, которые запомнятся на всю жизнь. Последним на сцену вышел иеромонах Фотий. На вопрос, как совмещаете церковную службу и музицирование, иеромонах ответил, что одно другому не мешает и приобщает веру людям через прекрасное, а именно через музыку. Серая птица весной из далеких веков, я к тебе прилетаю, миловежская куща. Серая птица весной из далеких веков, я к тебе прилетаю, миловежская куща. Я замечательно добрался, конечно, на перекладных, то есть сначала на самолете, потом еще на машине долго. Но вот эти красоты, которые я увидел из окна автомобиля и даже выходил, чтобы специально пофотографировать, они, конечно, компенсировали весь этот тяжелый путь. Я слышал тувинское пение. Раньше увлекался, ну просто слушал разное этническое пение, и вот в том числе тувинское, чисто эстетически. Я получаю удовольствие именно от того, что я вижу здесь. Диана Бэмбулу зарезает.